Возвратилась ко мне прежняя благодать Я оставлю на дне черный якорь лежать Ты пройдешь под водой и наткнешься на крюк Это якорь стальной ждет тепла твоих рук Так называемая затеречная часть, одним из акцентов которой служит вот эта вот Суницкая мечеть В ней, как и в Исаакиевском соборе, например, был маятник Фуко Потому что это любимая история после 1917 года устраивать религиозные или даже, лучше сказать, антирелигиозные музеи И человек, который дал больше всех денег на нее, он был родом из Баку И, наконец, у него был прямо вот в духе такой жесткой мелодрамы К нему пришли в его особняк И он, ну, после 1917 года, да, он встретил своих замечательных пришельцев с револьвером Кого-то убил, а последней пулей прострелил себе голову А мы как раз переходим, собственно, с одного берега на другой Потому что изначально эта крепость была основана вот там И здесь хотелось бы буквально пару слов сказать про такого человека, как Михаил Юрьевич Лермонтов Он здесь был в Дикавказе И был такой Василий Бабарыкин, который оставил... Ну, то есть он вошел в историю только тем, что он вот три раза встречался с Лермонтовым И он оставил о нем воспоминания Причем первое воспоминание касается вот Юнкерской школы Которая раньше стояла на месте Мариинского дворца в Петербурге Потом она переехала к обводному каналу Именно поэтому проспект, который там рядом проходит, называется Лермонтовским Он вспоминает, что там Лермонтов с сотоварищами Среди которых был, например, Энгельгард Мы встречали его таким номидийским эскадроном Он его так называл... Они, точнее, себя так называли Они вчетвером ходили вот в проемах и вот задирали новичков, толкали их и прочее Вот Бабарыкин одному из них дал кулаком в спину За это Лермонтов во время обеда там давали вареный картофель Он встретил его с залпом вареного картофеля в затылок И он это запомнил И вот один раз ему докладывают А Бабарыкин сюда, естественно, попал, как и большинство офицеров Он был разжалован за очередную там в 35-м году какую-то там попойку Кутеж и так далее Он сюда попал И ему говорят, приехал какой-то офицер и хочет его видеть Он приходит Видит там сидит Лермонтов, пишет картину вместе с каким-то французом И они напевают ля ви, ля ви, ля либерте То есть какая-то была песня, которую они пели И Лермонтов с таким снобизмом, немножечко свысока Его спрашивают, ну как вы тут живете Бабарыкину это очень не понравилось Потому что, конечно, когда он был молодой, он писал об этом Он не читал вообще никакой, кроме Ростиславского, никакой отечественной прозы Здесь он уже начал что-то там штудировать Там Байрона Ревю Британик называлось еще такое издание Его немножко покоробило, что он, в принципе, уже не такой вот чурбан И, собственно, на этом они и расстались Вот все воспоминания о Лермонтове То есть он пришел, увидел этого поэта, который там сидит, значит, пишет картину Напевает песню Кстати, Бабарыкин писал, что спустя много лет я до сих пор могу воспроизвести мотив этой песни Ну и третья встреча Бабарыкина с Лермонтовым была уже в Москве И он писал, опять-таки, что он там вел образ жизни абсолютно загульный То есть они там прожигали жизнь, ездили к цыганам и так далее И вот во время одного из мероприятий он встретил Лермонтова И Лермонтов посмотрел на него довольно тяжелым таким тоже полупрезрительным взглядом Но вот тогда Бабарыкин уже стал немножко стыдно Потому что он увидел в этом взгляде вот тот самый укор, который Лермонтов бросал своему поколению И Бабарыкин потом признавался, что эта встреча оказала колоссальное влияние на его жизнь То есть у него произошел какой-то переворот, перелом Не знаю, возможно, он начал больше читать Может быть, еще что-то мы не в курсе Потому что, собственно, сведения конкретно об этом человеке Они и ограничиваются подобными вещами Но, тем не менее, действительно, помимо Пушкина Лермонтов тут бывал И, как вы знаете, Кавказ оказал на него довольно существенное влияние И вот в герое нашего времени есть человек, который обозначен там только буквой Н Он три раза встречается Это Нестеров Это, собственно, комендант крепости Один из уважаемых на тот момент этих комендантов Именно его именем был назван Нестеровский бульвар Это вот затем, собственно, Александрский проспект Потом Пролетарский, потом Сталинский Сейчас улица Мира, к которой, собственно, мы и направляемся И вот этот вот Нестеров, он еще был очень сильно уважаем местным населением Потому что он в какой-то момент за то, что местное население в массе своей не приветствовало участия в боевых действиях на стороне Шамиля Он воздал им почести определенные И знамя было вручено и так далее И поэтому, конечно же, Нестерова здесь почитали И, собственно, бульвар этот, который был разбит Он был разбит именно под то, чтобы Ой, мать моя, газель завелась Чтобы увековечить его имя Ну, а про Пушкина мы уже много чего сказали Все Все? Да? Ну, ты что думал? Что мы тут будем вечно ходить Сейчас мы там выйдем Если еще будет не очень темно Я там еще, правда, в момент скажу Прям на поле Это был брифинг сейчас А? Это был брифинг сейчас Обсуждали текущие планы съемок Если вы хотите увидеть Осетинский замок Причем достаточно необычный То мы вам сейчас покажем Он, правда, чуть-чуть недостроенный Хозяин нам провел совершенно потрясающую экскурсию Я могу сказать, что я за много посещений чего бы то ни было Я, конечно, приятно удивлен Потому что для меня очень важна обстановка И когда ты взрослеешь, ты ищешь какие-то места, где ты можешь приехать Ну, если не помедитировать То, по крайней мере, действительно там слиться с природой И так далее Мало того, что здесь вокруг урочище Сразу четыре штуки То есть это как бы дом находится на их перекрестии Так еще И все остальное здесь достаточно продумано Пойдемте мы посмотрим с вами Это вообще последний дом Последний дом в селе Он стоит немножечко на пригорке Ну вот Обратите внимание Да Люстра Это все естественно, понятно Ручная работа Дверь Заходим в дом Очаг Сразу чувствуется мужская рука Да, вот мне бросилось в глаза При этом все достаточно комфортно Все есть Есть газ Есть свет Как вы видите Есть электричество Спутниковые антенны стоят Наверху Это дед Хозяина Он погиб во время Великой Отечественной войны Ушел на фронт и не вернулся Спальня Значит, вот вы смотрите Вы спите Просыпаетесь И у вас Из окна Вот такой вот вид Вот там вот Мы там окажемся Это не просто на самом деле бассейн Пока Мы туда идем Подумайте Для чего он Ну и потом я скажу Для чего он Для чего вот эта труба Которая идет в этот бассейн Мы находимся, кстати, в соседнем ущелье От того, с которого сошел Этот самый пресловутый ледник В 90-е годы, к сожалению, перестали за ним следить Раньше, естественно, ставили Маяки В 60-е годы Эвакуировали Целое село Вот здесь еще одна спальня Ну и сто лет назад он сходил Обратите внимание, какой карниз Ну и шторы Кровать Вот здесь, как нам сказал хозяин Шкура одного из тех, кто остался на ночь Но у человека, слава богу, все нормально Это чувство мимора Я таких люблю Вот еще один вид Вот у меня проблема Мне надо много чего написать сейчас И в городе это не всегда возможно Потому что ты все время в какой-то суете Тебе не абстрагироваться ни от чего Тебе нужна спокойная атмосфера Видишь Мне нравятся вот такие вот вещи Вот как раз вот такое место, мне кажется, оно способствует Шкуры все, естественно, натуральные Здесь у нас еще одна площадка Это мы выходим на несколько сторон При том, что обратите внимание Опять-таки То есть это еще будет подсвечено, судя по всему Да, человек сидел сам С всеми собственными руками Это не укладывается в башке Но за 12 лет у него потихонечку это все получилось Очень клевое сочетание, конечно, ковки, кирпича и дерева Сейчас мы еще наверх поднимемся Ну а здесь у нас Котик Котик То Ну хороший, черненький Мой любимый цвет Это Святилище, посвященное его деду Это очажная цепь Ну, забегая вперед Могу сказать, что это священная вещь для любого осетина Если у вас была кровная месть, кровник Он мог перестать быть таковым Если ему удастся попасть в ваше жилище И перекоснуться к цепи рукой Поэтому Если вы вдруг когда-нибудь окажетесь Это и касается не только осетин, на самом деле Это вообще известная история для Кавказа Если вы когда-нибудь окажетесь И видите, вот Такую цепь Сюда вешается, как правило Такое блюдо специальное И под ним огонь разводится Так вот, не думайте трогать ее рукой Каждой избушке свои погремушки И это надо учитывать, конечно Вот еще одна площадка Вот здесь уже можно, в принципе, это и до сани делать Может быть, здесь я его, кстати, и сделаю Вот, видите Светильники будущие стоят Да, кстати, хочу сказать, что человек это все делает для себя То есть, это не какой-то там, знаете Центр для московских хипстеров Которые будут сюда приезжать У него потрясающая философия, которая мне очень нравится Если человек ему нравится То, пожалуйста, приезжай В общем-то, даже денег с тебя не надо А если он тебе Если он ему не нравится То и нахер он ему не сдался Это вот навершие башни, по сути Мы ее видим снизу Пойдем обратно В принципе, можно даже еще выше вылезти Но мы туда не полезем Нет, мы уже спускаемся потихонечку Сейчас пойдем Вот хозяин Давайте что-нибудь вам Чай, кофе, рыбу Вы торопитесь? Мы не то чтобы торопимся Сейчас мы отстимим С коптера полетаем Я бы водички попил бы Вода это Вода это мое любимое Не вопрос Больше чего здесь воды Здесь ничего у нас нет А вообще как у вас там Скажите, а то мы как-то так Мы снимаем совершенно разные вещи Про Владикавказ, про Осетию У нас был и Мариинский театр И Мариинский пошивочный мастерский У нас, я сделал в национальном костюме Я взял с собой проходку по Владикавказу Небольшую видеопроходку Мы сняли интервью с одним из понравившихся мне осетинам С Асланом С Асланом С Асланом Мы там полетали Вот Ну и вот в горах Мы сейчас вот едем Тут снимаем То есть задача представить Совершенно в разных ракурсах Но больше, конечно, с таким С кривическим историческим аспектом То есть не вот это Типа Мы в Осетии Смотри, какой чувак Прикольный дом построил Нет, это Я сразу предупредил У меня в этом отношении Тоже достаточно жесткие Это видно по интерьерам Мне вообще не нравится Когда, знаешь, как Это превращается в такую петрушку Что из вас, что из нас К сожалению, на people have it Они так и делают Пойдем на улицу Спустимся Так я попытался его создать Знаешь как То есть Создать такой интерьер Что Знаешь как Как бы если бы наши предки Сейчас дожили до наших времен Теха дожили А ну вот Что-то приблизительно В этом формате И сделать Ну да Яблонянартов Это наша Основа Нашей Нашей Философии Вот это яблоня Это яблонянартов Да Вообще Веснарадский эпос Пошел вот с этого дерева Еще что-то Ну вот Я же говорю Я как раз В этом плане и делал Я почему говорю Что если мне люди нравятся И я понимаю Прекрасно Потому что в свое время Я сам Находясь в Москве Если бы мне кто-нибудь Сказал Лет 20 назад Что я А это с годами приходишь Приду в Осетию И буду Потому что И буду строить На земле своих предков Для меня бы это было Казалось бы Это такое Вообще не про меня Когда ты юный молод Тебе нужен движ Какой Тусня Я сейчас сам Я живу Сестра Эска Такой Административный Петербург Но это пригород Города И мне вот уже Что-то как-то в город Там тоже берег залива Я там бегаю Ну да Собственно да В этом плане Здесь Ну вот Я и интернет Правда поставил детям Как бы сам особый Я Не любитель Не пользователь Особо Такой в этом плане Но Я понимаю Что современные Тенденции Технологии Без них никуда И что-то быть А так Я же говорю Вот у меня Книги Музыка Работа Я же говорю Это все я уже сам делал А какой профиль деятельности Вообще изначально Да Знаешь У меня было очень интересно Почему я здесь даже И алкоголь не держу Потому что я был единственный В России Который в свое время Получил лицензию На производство Шотландского виски И более того Я сделал самый большой Коктейль в мире Это было в 2000 году В рамках Кулинар третьего тысячелетия ВВЦ Я производил джин Джин я делал Кстати у меня даже Настолько она стала С тех времен Сейчас понятно И виски И вот я сделал 10 тонн была джина Натурального Сухой лондон драй И 20 тонн тархуна Прекрасный можжевелый запах И назывался Биг Рашен То есть коктейль Я хотел тогда Ну я же говорю Я тогда занимался Что-то вот Элитным алкоголем А так Действительность у меня Был связан Как раз таки Больше с коммерцией Такой Понятно Ну вот так вот Переключает Видите Что я в свое время Был в жесткой завязке Нет А я Что самое удивительное Я почему и не Практикую Я за всю свою жизнь Ни разу не закурил Хотя без алкоголя Сигаретный тоже И алкоголь Сейчас я говорю тоже Ребят Я говорю Послушай Я понимаю Что веселый гор Это отрава И кто бы мне что сейчас Не рассказывал Не говорил Да я жил в Шотландии Я ездил по вискокурням Я изучал всю эту технологию Это было еще тогда Когда вообще Если говорить о виске То говорили только Ред лейбл То есть другого виски Не знаю Не знаю Что такое Относолодовый Бочковой крепости Вообще Все это было Я тогда туда уже залез Я понимаю Что все это В конце концов Все равно Я говорю Некой травой Но я говорю Ребятам Если мы хотим травиться Давайте делать это красиво Если пить То очень дорогой Потому что Ты его не будешь Литрами пить Ты его будешь Просто дегустировать И это является Некой такой формой Общения То есть Я не исключаю Я же говорю Я не баптист Ни пятидесят Нек, ни это То есть Но Я за то Чтобы Понимаешь Во всем была Вот такая Ну как тебе сказать Мир Поэтому я к этому И подхожу Так Видишь И баню так делаю Тщательно Выбираю место И к рыбе Такое же У меня отношение У меня Это вообще Отдельная история Рыба Если говорить Больше даже Я как форель Я себя позиционирую Почему форель Потому что форель Всегда выбирает Абсолютно чистую воду Она живет Исключительно В чистой воде Второй момент Почему форель Она всегда плывет Против течения То есть Понимаешь Я и здесь Вот здесь Сейчас находясь В условиях Своих деревни Города Я живу здесь Как против этого Течения Знаешь Потому что Я не плыву По течению Как живет Бусы и сея Это заметно Поэтому Пойдем Сейчас мы Покажем форель Пошли Сходим Если у вас будет Вот такое желание Приехать И окунуться Я хочу Сделать У меня Я знаю Еще одного Человека С которым Мы ходим В Крым У которого Точно будет Желание Приехать И окунуться Мы бы здесь Поделали Тайдерсвань Я знаю Что такое Я понимаю Как дать Человеку Почувствовать Себя Абсолютно Скажем так Освободившимся Это место Отличается От всех Других мест Только тем Что когда Я сам Сюда попал Я вообще Купил этот кусок По цене Вообще Всего Села Вообще Никому Не нужно Было Здесь Начало Коробку И бросил И вообще Никто Не хотел Ехать Она Считалась Как бы Такой Один Вдалеке Никого Нет Соседи Все любят Как бы Станно Жить Но Я заметил Тогда Когда я Приезжал Сюда Здесь Знаешь Быет Очень Сильная Остановка Сознания Перестаешь Вообще Думать О чем Это Самое Сложное Перестать Думать Вот Это Самое Сложное Я Знаю Поэтому Даже Режим В Медитации Самое Сложное Перестать Думать Даже Режим Который Сегодня У меня Есть Это Режим Когда Я Ложусь Редко Когда Я Досиживаю До Восьми Но Просыпаюсь Пол Четвертого Редко Когда После Четырех Я Пришел Я Знаю Что Сегодня Ради Такого Режима Люди Куда Едут Ваш Рамы Платят Какие Бешеные Мы Ходим В поход В горы Специально Там В восемь Девять Врубаешься В пять Шесть Подорвался По Солнцу Абсолютно Посол Зима Темно Ой Такая Зима Знаете Зима Солнца Нет Понимаешь Она Только Появляется Где-то Пол Седьмого Выходит И Просыпайся Когда Сегодня Встал Где-то Пол Четвертого Заня Заня Себя Чем-то Знаешь Музыку Слушаешь Читаешь А так Утро Уходил Это Отдельная Статья Вообще Даже Не Статья Отдельный Вообще Рассказ Как Строился Этот Бассейн Я К Чему Пришел Это Реальная Медитация Когда Человек У тебя Сознание Настолько Отключается Я Никогда Не Плавал Ни Камень Ни Цемент Не Ложил Все Что Я Делал Первый Раз Потому Что Я Вдруг Решил Что Мне Хочется Здесь Рабочих Мне Хочется С ними Общаться Мне Хочется Грузиться Понимаешь Ни Проблем Попробуй Мои Честно Заработанные Когда Ты От Начала До Конца Втыкаешь Кирку Потом Выкапываешь Раншею Потом Закладываешь Туда Камни Потом Заливаешь Потом Запускаешь Уже Воду Потом Запускаешь Малька И Когда Это Все Начинает Расти Потом Ты Все Начинаешь Пробовать Поэтому У меня Большого Объема Здесь Нет Рыбы Я Не Слонен Вот Большому Объему Сейчас Тогда Пойдем Покажем Спасибо Ну Я Понял Да Здесь Можно Снимать Одну Из Серий Игр Престолов Мне Кажется Совершенно Шедевральные Вот Эти Кресла Но Вот В Таких Креслах Мне Кажется Ты Не Будешь Есть Оливье Блин Из Пластикового Контейнера И Не Будешь Сушать Верху Сердючку Да Тем Более Вот Видите Все Все Заточено Под Определенный Стиль Видите Как Даже Камень Интегрирован Так Сейчас Сейчас Товарищ Оператор У нас Будет Немножко Портить Кадр Страдать Страдать Более 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 Того Он Еще Сам Здесь Камни Вскрывал То Есть Придавал Этой Местности Пейзажный Вид Видите Как Когда Во льду Красиво Смотрится Как Будто Из Крусталя Сделан Сделан Ну Сюрприза Не Получилось Да Собственно Я думаю Вы уже догадались Для чего Там Был Сделан Этот Бассейн Действительно Здесь Форель Чистейшая Нежнейшая Форель Возьмете Камера Вот А вот Это Как Он Сказал Это Аквапарк Аквапарк Для Форели Ну То Ему Просто В какой То Момент Стало Тяжело И Муторно Мальков Сюда Таскать И Он Оттуда Запускает Сюда И Спрыгивает Это Первый Бассейн Планируется Еще Второй Я Думаю Где Тебе Спуск Тисто Лучше Да Ты Уверен Еще Нужен Родине Самое Главное Мне Это Нужен Еще Это Называется Сыпуха Когда Походы Ходишь Вот Такая Штука Называется Сыпуха Спустись Вот Там Лучше Вот Там Более Пологий Упорный Какой А Вот Здесь Будет Площадка Как раз Для Занятий Медитаций Выровненная Идеальная По Площади То То есть Например Комплекса Иду Цуань Тут Вполне Можно Сделать Вот Это Баня Баня Вот Это Купель Вот Там Баня Баня Специально Отделена От Зоны Отдыха Это Опять Таки Все Продуманно Концептуально Чтобы Вы Прочувствовали Каждый Этап И Обратите Внимание Что В Бане Будет Вот Такое Окно То есть Вы Будете Сидеть Там Париться В Бане И Через Огромное Стекло Смотреть На Улицу Здесь Аккуратно Здесь Скользко А вот Тут Строится Уже Следующий Более Большой Бассейн Для Форели Потому Что Тот Был Пробный И Вот Здесь Будет Когда Нибудь Рыбка Плескаться И Собственно Чего Мы Сюда Вышли Потому Что Вот Отсюда Как Раз Можно Посмотреть На Сам Дом И Увидеть Что Он Действительно Такой Вот Мини Замок Настоящий Я Думаю Что Когда Тут Все Будет Достроен Ну Что Да Лепешки В коровье Когда Тут Будет Достроено Тут Будет Очень Круто Тут Сейчас Уже Очень Круто Но Понимаете Это Действительно Момент Эволюции Вашего Сознания Потому Что Я Всегда Люблю Рассказывать Историю Такую Ну Вот Был Ну В смысле Был Она И есть Слава Богу Да Максим Леонидов Прекрасный Группа Секрет В свое Время Еще Восьмидесятые Она звучала Даже Вот Я Как-то Брал Интервью Я Был Помоложе Не Такой Старпер Как Сейчас Вот На Петроградке Дело Было Он Что Туда Нет Там Колючо Пробовал Красиво 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 Тут Везде Красиво Да И он Приехал Ко Мне А у Него Дом За Городом Ну На самом деле Рядом С городом Но Уже Часто Это уже Практически Город А тогда Это все-таки Был за город Я Говорю А вот Как-то Ну Не скучно Как-то Жить За Городом Он говорит Не знаю Может быть Это с возрастом Приходит Вот Душа Потребовала Я Его Тогда Не Понимал Вот Реально А Сейчас Приближаясь В общем-то Уже К Пятидесятилетию Я Его Прекрасно Понимаю Потому Что Просыпаешься Своим Родимым Сестра Рецки Уже Как-то Даже Не Очень Хочется Ехать В Петербург А Петербург Все-таки Согласитесь Ну Особенный Город Куда Люди Порой Специально Приезжают Ну Собственно Я думаю Вот Здесь Вот Мы И Закончим Повествование Об этом Прекрасном Замечательном Жилище Здесь На Проспекте Мира Вот На Этом Здании Внутри Которого Мы Еще Окажемся Или Уже Оказались Я не знаю Как я буду Сомонтировать Но там Сейчас Находится Музей Просто И нам Как раз Директор Музея Рассказывал Про этот Дом Про владельца Про купца Здесь Написано Что Писатель Александр Серафимович Серафимович Он Александр Серафимович Серафимович У него такая вот Фамилия Такое отчество Он интересен тем Что По мнению Некоторых Литературоведов Он Автор Тихого Дона Шолокова Вообще Он Первым Печатал Этот Роман Но Вот Копья Бьются О проблем Авторства До сих пор Что По кофе По кофе Все хорошо Собственно Как и по чаю И вообще Надо сказать Что Конечно Когда вы едете В Алды Кавказ Скажите Пирогам Нет Иначе Вы Увезете Отсюда Ну Несколько Килограммов Лишнего Веса Потому Что С этим Кавказским Радушием Со Совсем Вот Этим С Очень Вкусной Едой Особенно Конечно Летом Вот Я Здесь Салат Капрезе Пробовал Девушка Ваш Кофе Готов Сегодня Специально Для вас Его Вручают В национальных Костюмах Скажите Пожалуйста У вас Можно Попросить Допустим Раф А Flat White Вы не делаете Вот Flat White Будьте Добры Сахара Не надо Да А Ты А И Латте Один Пожалуйста Вас Не снимает Вообще Нет Ваш Там Не Видно Да Да Короче Такие Есть Вкусные Помидоры Что Вот Ты Берешь Салат Капрезе Просто Я Сейчас Сравнил Мы Тоже Были В Медских Весторонах Я Везде Заказывал Конечно Вкус Не Тот Ну Вот Из А Томатов Но Там Ты Берешь И Ну Наверное Это Не Так Прекрасно Как Что Ты Там Заказал Латте С Карамельным Сиропом Чумо Хипстовское Нет А Это Действительно Очень Вкусно И Вот Как бы Там Свежая Рыба Ну Мясо Правда Мираторговское Мы Сейчас Ели Да Но Она Все Вкусная В В общем Постарайтесь Если Вы Ограничение Себе Иначе Иначе Труба Ну Либо Как Вот Я Вот Ходите На Творники На Берегу Терека Есть Замечательная Площадка И Не Одна Я Там Занимаюсь И В общем То Может Это Вас Спасет Вот Кстати Вот Зацените Значит Вы Смотри Ключи Камера Да То есть Мы Вот Купили Flat White Латвый Бутылку Воды 300 Рублей В Москве Это Стоило Сколько Ну Я Думаю 450 500 Минимум А Если В Какой Сраной Вот Этой Как Кофемании Где Кофе Пить Невозможно Одни Понты Так Не Знаем Под Касарь Наверное Было Ну Добро Пожаловать Вкус Так Вот Еще Одна Интересная Особенность Владикавказского Центра Заключается В том Что Здесь Есть Своё Местное Радио Которое Вот Работает Но Сейчас Его Слабо Слышно Потому Что Петля Конечно Ловит Основной Мой Звук Но Здесь Помимо Музыки Рассказывают Еще На самом Деле Мы Сегодня Оходили Про Каких-то Местных Героев Там В том Часле Героев Велика Отечественной Войны Ну И чего Иногда И реклама Идет Собственно Это Тоже Придает Определенный Колорит И Вот Редкий Случай Когда Это Не раздражает Потому Что Когда В Алуште Вот У меня Такая Рэперная Точка Показательная Это Алуште Конечно Многому Я и Видео Про это Говорил Потому Что Понятно Почему Когда Несется Что-то Такое Из Настырно Оно Тебя Как правило Раздражает Здесь Тебя Это Совершенно Не Раздражает И Оно Абсолютно Органично Смотрится В этом Тоже Большая Прелесть Города И Обратите Внимание Как прекрасно Выглядит Этот Бульвар Теперь Вечером Мы Специально Вышли Когда Стемнело Так Такие Огоньки Фонари А На дворе Декабрь Друзья Мои Это Декабрь Понимаете Вот Сейчас Питер Утопает Снегу И Вообще Вертел Я На одном Приборе Свой Прекрасный Город В декабре Месяце А В Дикавказе Вот так И Я Даже Грешным Делом Начинаю Подумывать Не проводите Здесь Например Ну Часть Зимнего Времени Потому что Конечно Меня С одной стороны Впечатлила Ялта Но В Ялту Пока Доедешь Там Не без Приключений Иногда Бывает А здесь Прилетел И приехал Так что Тоже Задумайтесь На самом деле Если Вы устали От зимы Вот Владикавказ Шикарный Шикарный Момент Ну и Еще Один Хочу Отметить Эпизод Вот Сегодня Буквально Мы разговаривали С Асланом Интервью С которым Вы увидели Есть такая Байка Бытует Что Вот Это Здание Вот На Той Стране Оно Сделано Мы тут Все Снимаем Оно Сделано По Проекту Расстрелия Ну Это Дичайшая Дичь На самом Деле Я понимаю Что Очень Удобно В Нам Случай Притянуть Сову На Глобус На Глобус Владикавказ Это Начало Города Крепости И Все Остального Расстрелия Это 18 Век Более того Если мы Внимательно Посмотрим На него То Мы увидим Что Это Вообще Чистой Воды Модерн Со Всеми Вот Этими Прибабахами Обратите Внимание На Эти Я не знаю Это Кто Это Не Сфинкс Да Посмотрите Какие Когти У Этой Я не знаю Кто У нас С крыльями Не Гаргулья Грифон Ну Нет Ну Грифон Грифон Это Должна Быть Рожа Птичья А Это Женская Рожа С Такими Вот Потом Эти Рыбы Посмотрите Там Наверху Ну Сейчас Плохо Будет Видно Но Поверьте Растительные Орнаменты То Есть Это Вот Такой Модерн Довольно Кичевый Причем Потому Что Видите С Большим Количеством Главных Ставок Часто Находится Выставочный Зал Где Проходит Выставка Вот Про Эту Скульптуру Нам Рассказывал Как раз Директор Музея Что Вообще Ее Автор Она Осетин Да То есть Местный Человек А вообще Это здание Давай Прочитаем Что это Такое Это Торговый Дом 1903 Года Архитектор Рябикин Поддержит Государственной Охране Потому Что Молод Оно Было Перестроено А вот До того Как оно Было Перестроено Оно Было Построено По проекту Расстреливаться Ну Не знаю Я бы И счастлив Был Потому Что Чем больше Таких Связок С Питером Тем Больше Мне Поводы Для Рассказов Но В данном Суще Сорян Но Все Дорогие Друзья Это Последний Ролик Из Осетии Мне Часто Пишут Приезжайте Туда Приезжайте Сюда Снимите То Снимите Все Но Вы же Должны Понимать Что Это Все Делается Не На Энтузиазме В данном Случае Это Была Даже Не Государственная Поддержка Частная Инициатива Один Из Осетин Который Живет В Москве Оплатил Весь Банкет И При этом Попросил Остаться Неизвестным Что Согласитесь Вызывает Глубокое Уважение Просто Человек Любит Свой Край Ему Нравится Мой Подход И он Делает Все Чтобы Пропагандировать Осетию Моими Глазами И Судя По Обратной Связи Мне В немалом Количестве Роликов Это Наше Лето Еще Раз На всякий Случай Размещу Ссылку Под Этим Роликом На Проект Осетия 3D Ну а От себя Хочу Сказать Что Если Вы На майских Праздниках Соберетесь В Петербург То Будут Эти Экскурсии Каждый День На Любой Вкус И цвет Расписание Уже Есть На Сайте А Если Вы Хотите Увидеть Меня В Москве То И Это Вы Сможете Сделать Ну и Естественно В моем Родном Городе И До Майских Праздников Экскурсии Точно Так же Проходят Я Тоже Пропагандирую Свой Город Совершенно В разных Аспектах Как Путеводительском Например Невский С перцем Так И В Литературном Роман Корень И Даже Отчасти Там Есть И Про Петербург В книге О пиаре Во время Русско Японской Я их Подписываю Ну а мне Остается Только Попрощаться Вас Ждет Прекрасный Финальный Закадр С Красивейшими Видами Оставляйте Комментарии Увидимся Оффлайн И онлайн Красное Яблоко В сердце Стучит А сердце Без мысли Давно Не болит Оно Затвертело Носкостями Завтрак Пополам С новостями Иду На фонтанку Через дворы Твоя Любовь Яблоко Без кожуры Ты Вырезал В нем Всю Сердцевину Заложив Одиночество Мину Ты Красные Полосы Есть На спине Ты По ночам Оставляешь На мне Ногтями Царапины Боросты Мысли Пепел Сгоревшего Хвороста Я не могу Смотреть Вниз Ты Улетел Как Морской Бриз И Где-то В небе Повис Я Хватаю На дом Воздух Я Цепляюсь За звезды И тебе Потерять Меня Слишком Просто Я Хватаю На дом Воздух Я Цепляюсь За звезды И тебе Потерять Меня Слишком Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды, я цепляюсь за звезды. Я хватаю ртом воздух.